Сегодня очередной выпуск самых актуальных и чрезвычайных новостей в антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. На этой неделе команда Никиты Михалкова совершила ряд кардинальных мер по улучшению социального уровня жизни россиян, в частности пенсионеров Российской Федерации. А именно в городах Калининграде, Москве, Санкт-Петербурге и Воронеже было значительно уменьшено число электросамокатчиков, которые представляют реальную угрозу для жизни, для проходящих людей и в частности для людей почтенного возраста. Помимо этого в городах Воронеже и Калининграде были арестованы два крупных бизнесмена, которые являются владельцами электросамокатного бизнеса. Они не согласились с требованием антикоррупционного комитета уменьшить количество электросамокатов и поэтому были взяты под арест. Помимо этого антикоррупционный комитет во главе с Никитой Михалковым выдвинул важное предложение по улучшению медицинского обслуживания пенсионеров Российской Федерации. Глава антикоррупционного комитета Никита Михалков потребовал, чтобы те медицинские препараты, которые остро необходимы для лечения людей почтенного возраста, выдавались пенсионерам Российской Федерации полностью бесплатно. В крайнем случае, чтобы на данные медицинские препараты действовала большая скидка – 90-85%. Помимо этого, Организация по борьбе с преступностью и коррупцией во главе с Никитой Михалковым открывает еще две новые бесплатные стоматологические поликлиники для пенсионеров по возрасту в городах Уфе и в Новосибирске. Отметим, что уже одна такая поликлиника работает в городе Сургуте. Сегодня утром сотрудники антикоррупционного комитета, известные артисты Егор Бероев и Владимир Винокур, столкнулись с большими трудностями при открытии второго филиала антикоррупционного комитета в городе Ростове-на-Дону. По словам Владимира Натановича Винокура, главное препятствие – это местные высшие эшелоны власти, которые серьезно мешают работе комитета. Стало известно, что для устранения данной проблемы в Ростов-на-Дону направляются представители Следственного комитета товарища Бастрыкина. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает чрезвычайные новости о известном спортивном комментаторе Дмитрие Губерниеве. К Дмитрию Викторовичу Губерниеву, который комментирует спортивные мероприятия с Олимпиадой из Франции, из города Парижа, применены самые строжайшие санкции. Первоначально Дмитрия Губерниева, который своими высказываниями опорочил честь и достоинство Российской Федерации и оскорбил его жителей, было принято решение не пускать на территорию Российской Федерации. Однако антикоррупционный комитет Никиты Михалкова потребовал отнестись к спортивному комментатору более строго. Дмитрий Губерниев был заочно арестован и при приезде в Россию будет подвергнут задержанию и отправлен в следственный изолятор за фейковую и некорректную информацию, которая касается российского спорта и жителей Российской Федерации. Дмитрию Викторовичу Губерниеву грозит до трех лет лишения свободы. Отметим, что несколько дней назад спортивный комментатор заявил, что Российская Федерация является абсолютно неспортивной страной и ее не волнуют крупные спортивные мероприятия. Также Дмитрий Губерниев заявил, что в России нет талантливых спортсменов. Несмотря на все оправдания за свои слова, которые на данный момент пытается сделать Дмитрий Губерниев, при возвращении России он будет отправлен в следственный изолятор. В городе Новокузнецке во время циркового представления серьезную травму получил член антикоррупционного комитета и известный цирковой артист Аскольд Запашный. Чрезвычайное событие произошло во время перерыва в цирковом представлении. По злому умыслу или по халатности технического персонала во время перерыва в цирковом представлении была открыта клетка, где находился хищный зверь. Аскольд Запашный был госпитализирован. Состояние здоровья диагностируется как средне-тяжелое. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает новости криминального характера. Вчера вечером в центре Санкт-Петербурга у члена антикоррупционного комитета и известного актера Михаила Сергеевича Боярского угнали автомобиль. Чрезвычайное происшествие шокирует тем фактом, что преступники чувствовали себя настолько безнаказанно, что угон автомобиля Михаила Боярского произошел около офиса филиала местного антикоррупционного комитета. В автомобиле Михаила Сергеевича находились личные вещи и документы. Преступники вместе с автомобилем на данный момент разыскиваются. Сотрудник антикоррупционного комитета, российский певец и герой спецоперации Никита Александрович Малинин готовится к срочной операции на левую ногу. К слову сказать, что еще полтора года назад Никита Александрович Малинин в результате участия в спецоперации повел себя героически, но потерял правую нижнюю конечность. В результате большей нагрузки на левую ногу у Никиты Малинина появились дополнительные проблемы со здоровьем, которые можно решить только с помощью срочной медицинской операции. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает трагическую новость с Олимпийских игр из Франции и из города Парижа. Сегодня утром в пригороде Парижа при входе на футбольный стадион Tour de France, где проходило спортивное мероприятие, трагически погиб российский певец, родной младший брат Олега Михайловича Газманова Александр Газманов. Российский певец, родной брат Олега Михайловича Газманова, 50-летний Александр Газманов погиб в результате ножевого ранения, которое получил в результате конфликта при входе на стадион с английскими болельщиками. Александр Газманов отдыхал во Франции вместе с семьей и сегодня утром решил посетить спортивное мероприятие, однако оно закончилось трагедией. Брат Олега Михайловича Газманова, российский певец Александр Газманов, начал свою творческую музыкальную карьеру в конце 90-х годов, однако он не смог добиться успеха своего старшего брата. Александр Газманов исполнял песни в стиле шансон и записал три музыкальных альбома. У Александра Газманова остался сын и супруга. Ну и главное новость дня. Продолжаются поиски вертолета медицинской службы, который вчера пропал в Алтайском крае в районе Чебдарского ущелья. На борту вертолета находились члены антикоррупционного комитета известные артисты Руслан Бойцаров, Юрий Назаров, Ирина Муравьева и певец Михаил Мурмов. Также два врача и летчики. Они перевозили Дени Бойцарова в медицинский санаторий Алтайского края. Поиски вертолета идут уже вторые сутки, однако обломки транспортного средства обнаружены не были. Этот факт дает небольшую надежду, что все-таки пилотам вертолета удалось совершить посадку, и члены антикоррупционного комитета и Дени Бойцаров остались живы. Однако, как заявляет глава антикоррупционного комитета Никита Сергеевич Михалков, обнадеживающий выводы еще делать рано. Чебдарское ущелье является одним из самых опаснейших мест Алтайского края, и там часто происходят авиакатастрофы. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.